Глава 11. 1. Когда они были уже недалеко от Ярушалаема, возле Бейк-Пагея и Бейтании. У Масличной горы, Яшуа послал Талмидим. 2. Дав им следующие указания, пойдите в деревню, которая перед вами, и как только вы войдете в нее, увидите. 3. На привязи, на котором еще не ездили верхом, отвяжите его и приведите сюда. 3. Если кто-то спросит вас, зачем вы это делаете, скажите, он нужен Господу, и он сразу же пошлет его сюда. 4. Они отправились и обнаружили на улице. Ослёнка, привязанного у дверей, и отвязали его. 5. Люди, наблюдавшие за этим, сказали им, что вы делаете, зачем отвязываете. Ослёнка. 6. Они ответили так, как им велел Яшуа, и те позволили им продолжать. 7. Они привели, Ослёнка, к Яшуа и положили на него свою одежду, и он сел на него. 8. Многие люди устилали дорогу своей одеждой, а другие покрывали ее срезанными. В полях зелеными ветками. 9. Идущие впереди и позади него восклицали, пожалуйста, освободи нас, благословен приходящего имя Адоная, Тегелим, Псалмы 118, 26. 10. Благословенно приближающийся царство отца нашего Давида. И, ты, который в вышних небесах. Пожалуйста, освободи нас, стих 9-10. Греческое слово «Асанна». Смотреть комментарии к Матфею 21, 9. 11. Яшуа вошел в Ярушалаем, направился во двор храма и хорошо все осмотрел, но так как уже было поздно, он пошел вместе с Талмидим в Бейтанию. 12. На следующий день, возвращаясь из Бейтании, он почувствовал голод. 13. Заметив, вдалеке смоковницу, покрытую листвой, он пошел посмотреть, не найдет ли он на ней чего-нибудь. Когда он подошел поближе, то ничего кроме листьев не обнаружил, потому что еще не наступило время сбора плодов. 14. Он сказал ей, пусть никто и никогда больше не отведает твоих плодов. 14. И его Талмидим слышали, что он сказал. 14. Стих 12-14, 20-24. 14. Если бы проклятие и иссушение смоковницы были реакцией раздражения, связанного с тем, что Яшуа не мог удовлетворить голод, то это был бы поступок недостойный любого человека, тем более Мессии. 15. Но Яшуа объясняет духовные правила с помощью пророческого примера, наглядной притчи, возможно, в Луки 13, 6-9. 15. Танах содержит в себе подобные примеры, включая истории Ермегу, который купил, а затем разбил глиняный сосуд и Еремия 19. И Ехескеля, который сперва сделал, а затем сжег макет Иерусалима, и Езекииль 4-5, более поздний случай Нового Завета описан в Деяниях 21-10-11. 15. Даже если еще не время собирать урожаи, смоковница покрыта листвой, так что ее можно было рассмотреть на расстоянии, стих 12, имеет признаки будущих плодов. 16. Обычно, первые плоды, смоковницы снимают в Израиле в июне, но первые неспелые плоды, песня песней 2, 13, показываются еще до того, как распускаются весенние листья, часто перед Пасхой. 16. Мы знаем, что Вишуа ожидает плодов праведности от Божьего народа, и что неплодоносящие ветви бросают в огонь Матфея 7, 16-20, 12, 33, 13, 4-9, 18-23, Леханан 15, 1-8. 17. Таким образом, иссушение смоковницы – это наглядное предупреждение. В соответствии с притчами 27-18, кто ухаживает за смоковницей, будет есть ее плоды, а тот, кто служит своему господину, тот будет в чести, здесь Ишуа учит своих последователей о том, что значит служение их хозяину, Богу, просто иметь такую веру, которая приходит от Бога, стих 22, если же они не будут иметь ее, то они иссухнут. 17. Действия Ишуа не продиктованы незадетым самолюбием, не амбициозным желанием произвести чудо, подобно колдунам. Каждое его сверхъестественное одеяние имеет духовное значение. 18. Также смотреть комментарии к Матфею 24, 32, 15. Добравшись до Ирушалаема, он вошел во двор храма и стал прогонять оттуда всех, кто занимался торговлей, и самих торговцев, их покупателей. 18. Также он перевернул стол и менял, а прокинул сками. Торговцев голубями, стих 15. Смотреть комментарии к Матфею 21, 12, 16. И не позволял кому-либо проносить товары через двор храма. 17. Позже, когда он учил их, он сказал, разве не написано в Танахе? 18. Мой дом будет называться домом молитвы для всех Гаим. Ешиагу, Исайя 56, 7. А вы превратили его в разбойничий притон. Ермиагу и Еремия 7, 11. 18. Руководящие Каганим и учителя Торы услышали, что он сказал, и пытались найти способ избавиться от него, но они боялись его, потому что народ находился под воздействием его учения. 19. Когда настал вечер, они покинули город. 20. Утром, проходя мимо, Талмидим увидели, что смоковница засохла. До самых корней. 21. Кифа вспомнил и сказал Ешуа, Раби, взгляни, смоковница, которую ты проклял, засохла. 22. Он отозвался, имейте ту веру, которая приходит от Бога. 23. Да, говорю вам, всякий человек, который не сомневается в своем сердце, но верит, что сбудется то, что он скажет, сможет приказать этой горе, пойди и кинься в море, и это произойдет. 24. Поэтому говорю вам, чего бы вы ни попросили в молитве, верьте, что получаете, и это будет вашим. 25. И когда стоите в молитве и имеете что-то против кого-либо, простите ему, чтобы и ваш отец на небесах также простил вам ваши проступки. Некоторые манускрипты добавляют в стих 26, но если не прощаете, не простит и вам отец ваш небесный ваших проступков. 27. Они вернулись в Ярушалаем, и когда он ходил по двору храма, к нему подошли руководящие Каганим, учителя Торы и старейшины. 28. И спросили у него, какая смеха у тебя, дающая тебе полномочия делать, все это. Кто дал тебе эту смеху, уполномочивающую тебя это делать. Стих 28. Смеха, посвящение в сан, назначение на должность. Смотреть комментарии к Матфею 21, 23, 29. 30. Яшуа сказал им, я задам вам только один вопрос, ответьте мне, и я скажу вам, какая смеха дает мне право все это делать. 30. Погружение Яханана, с небес оно было или от людей? Отвечайте. 31. Они обсудили это между собой, если мы скажем, с небес, то он скажет, тогда почему вы не поверили ему? 32. Но если скажем, от людей, они боялись народа, потому что они считали Яханана истинным пророком. 33. И они ответили Яшуа, мы не знаем. В таком случае, сказал он, я не скажу вам, какая смеха дает мне право это делать.